Субтитры делал DimaTorzok Реально нет никакого механизма для коллективной коммуникации большинства студентов с администрацией. И прямое этому доказательство те волюнтаристские решения, которые были в четверг, то есть 23 числа, когда администрация просто поставила перед фактом о изменении учебного графика, потом точно так же волюнтаристки изменило это решение, совершенно не мотивируя это ни законодательство, в обход внутренних положений, которые говорят, что такие изменения должны быть менее чем за месяц. То есть мы хотим просто, чтобы нам ответили на эти вопросы. И самое главное, это решение двух проблем, которые сейчас есть. Отопление на ВДНХ, о которых, к сожалению, немного поговорили, но это одна из самых важных. Решение требуется, мы требуем решить эту проблему. И очень хотим построить конструктивный диалог между администрацией, с парламентом, еще многими-многими и студентами, для того, чтобы решения принимались коллективно, чтобы не было прецедентов, когда людям нужно было стоять на холоде просто для того, чтобы их услышали. Мы очень хотим, чтобы физическое самоуправление, в принципе, было наделено большими правами, чтобы оно могло решить больше вопросов, но таким образом, чтобы оно было репрезентативно от студентов. На будущем сподіваємось, что у нас появится такая система, мы сейчас над ней працюем. Как мы уже оголошили, мы сподпрацюем с РОО «Электронная демократия», которая нам должна сделать электронные выборы на будущем. Ну, сейчас нам легче будет много проводить электронные петиции. И, соответственно, сподіваємось, что запустим эту систему. И на будущем мы уже будем это делать не в ВК, не соцопитываниями, не какими-то другими джерелами петиции, а уже внутрішньоуниверситетскими, где будут допущены только студенты университета, таким образом, мы сможем быстро и объективно оценивать и дум о студенте в столе чего-то уже вопросов. И, пока над ней працюем, сподіваємось, что, как уже выйдем в другом семестре, то будем мать певные результаты и будем проводить какие-то первые опитывания. Сподіваюсь, что они будут працювать. З'явилась инициативная группа. Частково там есть студенты, частково есть не студенты. Они представляли, мы узнайомились, кто есть кто. И те, кто говорили, что уже закончил навчание, те, кто говорили, что они студенты университета, те, кто представлялся, как наши студенты. У них есть певные запитания до ректората, вимоги. Мы приняли их запитания и вимоги сформулированы, выкладаны на паперы. Они выяснили своим повноваженным представником студента 4 курса юридического факультета, вода на Цюрка. И я передал их извинения нашему ректору Анастасовичу Уберзьку. Он призначит, кто мает готовить ответы на эти вопросы. Это вопросы абсолютно слушные, которые турбуют университетскую спільноту. Мы неодноразово на них ответили. И что мы делаем для утепления? И, скажем, студенты в них запитания, если университет получил деньги по киоцкому протоколу. Так, мы документы подали, но деньги пока не получили. Чи там стоят вопросы про изменения в графике сессии, мы готовы ответить. И я в четвертой встрече с студентами про это рассказывал. Больше того, цикавица такая, что на завтра меня запросили на раду о 14.30 в Министерстве освіти и науки, то есть заступника головы правком по работе студента, головы студентской программы, то наша, как раз будет встреч в Министерстве освіти, Министерство финансово-посплекти с приводу изменения порядка призначения стипендий. Поэтому вопросы, про которые мы говорили, что никто не знает пока, что после этого порядка автоматически отпадает, потому что завтра будет про этот порядок. Таких несколько вопросов, я думаю, что мы постараемся на них ответить, но ответить именно в цивилизованном порядке. Какая-то такая думка, что администрация против студентов, мне честно говоря, это очень доволен. Поэтому я готовый к разговору, наш ректор готовый, он запрошу, если у них есть такое желание встретиться. И это, мабуть, предметно, когда первая особа университета, обрана на загальних сборах, не на загальних сборах, а на загальному голову выявлениям покладачей и делегатів студентов, я запрошу, чтобы ответить на этот вопрос. Наш ректор, дверь у него всегда будь-якого студента, и я думаю, что мы сможем вот это всеми поделиться. Красивая тёлочка не касается каждого, АШТБ касается каждого.